Здравствуйте, девочки! У нас с вами на следующей неделе начинается курс по повышению квалификации или курс с наставничеством, на котором у нас с вами есть определенные задачи, мои задачи, чтобы вы чувствовали себя более уверенными, чтобы вы больше для себя разобрали моментов по свету, чтобы мы закрыли все ваши недопонимания, недочеты, то, что у вас какие-то пробелы остались и проблемы со светом, с позированием. Я хочу, чтобы мы с вами начали зарабатывать, чтобы вы уверенно могли озвучивать, что вы можете брать оплату за свои съемки, за свою работу. И хочу, чтобы мы с вами составили прайс и расписали пакеты услуг, чтобы отработали ретушь в технике частотного разложения, чтобы вы могли чувствовать себя профессиональным фотографом, потому что кажется, что если я не умею делать какую-то там особенную обработку, значит, я недофотограф. Но вот этот момент мы с вами закроем, научимся делать частотные разложения и забудем про него. Но на самом деле я сама частотку очень редко применяю, иногда в каких-то портретах использую. И расскажу вам на курсе, в каких случаях его можно применять, в каких случаях можно без него обойтись. Это тоже будет очень зависеть от того направления, в котором вы будете работать, но знать, уметь это нужно. И для того, чтобы облегчить вам жизнь в дальнейшем в обработке, я хочу вам дать несколько плагинов, несколько экшенов, чтобы вы могли обработку делать автоматически, быстро и не сидеть часами за одной фотографией, а делать это в течение часа, там всю съемку обработать. Также я хочу научить вас делать фотокниги, чтобы мы их научились верстать и печатать. И обязательно напечатаем книгу. Хочу прямо напечатать книгу с фотосессии во время нашего с вами курса. Также мы обязательно с вами еще раз поработаем с композицией кадра. И будет отдельное задание, отдельная съемка, по тому, как видеть какие-то контрасты, как видеть линии, как видеть плоскости в кадре, которые будут делать вашу картинку еще более интересной, еще более живой, еще более профессиональной. И хочу с вами поработать в жанре фэшн, чтобы мы сделали несколько интересных съемок. Вы сами их сделаете, большинство съемок, все вы делаете самостоятельно. Потому что для того, чтобы собрать портфолио, для того, чтобы себя начать продвигать, я считаю, что очень важно сделать съемки самостоятельной. И под моим руководством, когда я буду давать вам какие-то конкретные направленные задания, и буду расписывать пошагово, что, как нужно сделать, вам будет несложно, легко проводить съемки, учитывая то, что базовые знания у вас уже есть. Если на данный момент у вас есть какие-то вопросы и пожелания что-то разобрать, может быть, там с какими-то настройками камеры вы не совсем ладите, и не понимаете, как с фокусом работать, или проблемы с пониманием выдержки и диафрагмы, может быть, даже такое что-то есть. Мы это все должны с вами закрыть на первых же встречах, на первых занятиях, даже в течение этой недели. Мы созваниваемся с кем-то индивидуально, у кого есть какие-то конкретные недопонимания, мы их должны с вами прояснить. И я очень хочу, чтобы мы с вами постарались отправить фотографии в различные журналы и посмотреть, получится ли у нас опубликоваться. Если не получится, будем иметь опыт, будем стараться, и, может быть, регулярно проводя какие-то съемки, может быть, даже с желанием и интересом поучаствовать в публикациях, может быть, даже где-нибудь в ВОГе, вам будет это стимулом и мотивацией проводить какие-то съемки, чтобы их отправить в публикацию или на участие в каких-нибудь конкурсах. Ну и, конечно, я бы хотела, чтобы мы с вами подняли стоимость своих услуг, то есть в начале курса на этой неделе мы составляем с вами прайс, и к окончанию курса мы к прайсу нашему добавим 15 тысяч тенге и сделаем еще дороже наши услуги. Ну, может быть, не на 15, а еще больше. Посмотрим, как у вас будет у самих настроение и ощущение, самоощущение. Очень хочу с вами встретиться с СММ-специалистом, чтобы специалист нам сделал какой-то разбор и рекомендации дал по тому, как себя продавать и как продвигаться в социальных сетях. Наши с вами расписания. Вот здесь у вас в этом документе все это будет. В какой день, когда мы встречаемся. Три встречи у нас запланированы сейчас оффлайн. Возможно, встреч будет больше. Мне нужно от вас сейчас обратную связь получить. Какие у вас есть запросы, ожидания от курса, чего вам не хватает. Возможно, я какие-то встречи добавлю. Или в те съемки, которые запланированы сейчас, я включу вопросы, которые вас интересуют. В 19-го мы встречаемся, работаем с моделью, отрабатываем позирование, как проводить съемку, чтобы у нас с позированием и вся история получалась гармонична. И все встречи, которые вы видите вот в этом списке, встречи 1, 2, 3, это у нас все подразумевает с собой онлайн и оффлайн встречи. И если у нас здесь, например, указана встреча 2, 25 августа, здесь я вам даю урок по ретуши, он будет в записи, чтобы вы могли ставить на паузу. Онлайн я просто в прямом эфире ретушь сделать с вами не буду. Наверное, вам будет удобнее запись смотреть. И также даю здесь задание на съемку. 2 сентября у нас с вами будет съемка мужского портрета. И также я здесь буду сдавать задание на выполнение мужского портрета. Потом у нас 9 сентября встреча онлайн, разбор самостоятельной съемки по заданию позирования. То есть самую первую съемку мы с вами проводим по позированию, и вы выполняете самостоятельную. Затем после этой съемки вместе со мной вы будете выполнять самостоятельную работу в студии, проводить съемку с моделью и отрабатывать приемы позирования для работы с клиентом. И так далее. Просмотрите, пожалуйста, вот эти все даты, все встречи, какое время для вас удобно, неудобно. Есть ли какие-то пожелания, чтобы какие-то дни перенести на день позже, день раньше, чтобы это мы заранее сейчас все проговорили. Кроме того, обратите внимание, сейчас очень важно вам сесть и это расписание для себя где-то в блокноте переписать с целью, чтобы вы уже сейчас планировали съемку с моделью бьюти-портрет, чтобы сделать. То есть это нужно с визажистом будет договориться, модель найти. Скорее всего, бьюти-портрет я вам предложу сделать всем вместе, собраться, чтобы там аренду оплатить, визажиста оплатить и сделать этот портрет совместно для того, чтобы на нем потренироваться, ретушировать. Дальше, смотрите, у вас будет съемка, самостоятельная съемка с мужским портретом. То есть уже сейчас, уже начиная с сегодняшнего дня, вы можете искать мужчину, которого захотите пофотографировать. У вас будет семейная фотосессия, на основе которой мы будем делать фотокнигу. Вы уже сейчас, зная, что у вас будет семейная фотосессия, которую нужно сдать 23 сентября, вы уже до 23-го должны провести съемку и уже даже эти фотографии разместить в книге и сдать макет книги. Поэтому уже сейчас у вас, получается, остается месяц до этой сдачи. Вы уже сейчас думаете, когда, где, как вы проведете съемку с семьей. Дальше у нас будет с вами еще съемка уличная. Тоже можно сейчас договариваться с кем-то искать модель для того, чтобы провести уличную съемку. И здесь это уже будет октябрь. Возможно, вы можете сейчас планировать какой-нибудь осенний тренч или какие-нибудь теплые кофты для того, чтобы продюсировать, как организовывать эту фотосессию. И по окончанию нашего курса мы должны с вами провести коммерческую съемку. Ну, может быть, эта съемка у вас уже коммерческая будет и в течение курса. Может быть, кто-то у вас уже закажет съемку и там в сентябре. И я хочу, чтобы на защите дипломной работы вы показали мне какую-либо вашу коммерческую съемку, которую вы проведете вот в течение месяца, пока мы будем с вами заниматься. Заданий очень много. Кроме дипломной работы у вас будет еще и курсовая работа с эмоциональным портретом. Работы очень много. И я хочу, чтобы вы максимально уделили много времени и максимально сейчас сконцентрировались на наших занятиях, на наших съемках. Чем активнее вы будете заниматься сейчас организацией своих съемок, тем продуктивнее для вас будет курс. Курс рассчитан больше не на то, что я что-то делаю и вам показываю, как надо делать, а на то, что вы берете и делаете. Я даю задания, вы разбираете задания и самостоятельно снимаете. На данный момент очень нужна нам с вами практика. До первого занятия мне нужно, чтобы вы составили свой прайс-лист, который будет актуален на сегодняшний день, на ближайший месяц, на ближайшие два месяца до момента окончания курса. Обязательно все должны это сделать. Вы его можете оформить в какой-нибудь рамочке красивенько, чтобы потом разместить в нашем инстаграме, в вкладках «Актуальное». Можно выбрать какую-нибудь красивую картинку и все расписать. Я хочу, чтобы у нас с вами было несколько пакетов в плане загруженности, объема работы вашего, объема того, что вы можете отдавать клиенту. Например, я хочу показать несколько прайсов, которые я для вас накидала, чтобы показать условия и цены, которые я бы сейчас на данный момент сама поставила для клиента. Хотя мои коллеги, с кем я работаю примерно в одних и тех же условиях в студиях и отдаем примерно одинаковый результат, они уже делают цены больше. Я, поскольку занимаюсь в основном курсом по фотографии, я не особенно активно уделяю время коммерческим съемкам и чек высоко не поднимаю. Хотя, наверное, надо. Давайте рассмотрим пример. Индивидуальная фотосессия для контента. Когда вы выставляете, например, стоимость 20 тысяч тенге, то, что я бы сейчас рекомендовала тем, кто прошел мой курс по фотографии, кто уже так или иначе начинает фотографировать и даже был какой-то коммерческий опыт, минимальную стоимость ставить 20 тысяч тенге. В эту стоимость не входит аренда студии, не входит работа визажиста. Если это за пределами города, не входит стоимость на ваш бензин и так далее. На трансфер вы тут тоже сюда, и тут эти затрады не включаются. По описанию вам нужно указать, что вы помогаете подбирать образы, помогаете найти локацию, можете скинуть, какие студии есть, показать клиенту, в какой студии какой интерьер, фотографии запросить у студии, либо в которых вы уже фотографировали, либо просто которые вам нравятся или близко к дому, или другие какие-либо критерии, которые вам подходят. Что вы даете рекомендации в позировании, предлагаете, какой реквизит можно взять. Можете посоветовать, что принесите ноутбук, книжки, тетрадки. В конце концов, это тоже моменты. Вы можете обговаривать, и клиенту это тоже нужно. Разбирать и обсуждать мелкие детали, которые вам кажутся и так понятны, очень важно. И иногда есть такой момент, что недосказанные договоренности, когда нам кажется, что и так все понятно, что нужно взять сменную обувь в студию, а человек идет первый раз и думает, что у него новая обувь, и зачем мне ее менять. Требования во всех студиях такие есть, что нам нужна новая чистая обувь. Вы указываете время, что вот у вас время съемки до одного часа. Причем я хочу отметить, что если будет съемка, например, два часа, то, наверное, нелогично. Ну, хотя бывают фотографы, которые просто умножают на два, что если один час, то 50, если два часа, то 100 тысяч. Но смотрите сами, как вам комфортно, можно сделать и меньше, потому что, ну, как вы приезжаете всего один раз, и у вас будет объем работы только с одним клиентом, я считаю, что если бы был только какой-то другой клиент следующий, которому вам нужно выполнить объем работы больше, то вы, конечно, делаете отдельно для другого клиента еще такую же стоимость. И получается в два раза. Да, я понятно объясняю, да? Дальше вы рассказываете о том, что вы передаете фотографии через персональный диск. Ну, либо это ваш Google диск, или Яндекс.Диск, или я рекомендую все-таки зарегистрироваться на Vigbo или на Vifolio и отдавать фотографии через красивый облачный, через красивый диск, через сайт. Это всегда очень приятно и презентабельно. Дальше, если у вас будет время для съемки с клиентом больше, вы тоже ставите больше время, больше время и больше указываете стоимость. Например, как я вот здесь показываю, что я делаю стоимость 70 тысяч, да? И добавляю еще, что сделаю небольшие видеоролики по 10-15 секунд или, может быть, даже меньше. И эти ролики я снимаю на видеокамеру. Здесь я тоже вам рекомендую сейчас на камере найти кнопку «Снимать видео». Ничего сложного в этом нет. Самое важное, вам нужно научиться при съемке видео стараться просто держать камеру ровно, чтобы она сильно не бултыхалась у вас. Поставить на первое время хотя бы на телефоне программу «Капкат». Скорее всего, у вас она есть, должна быть. И монтировать небольшие ролики в «Капкате» со съемок, снятых на вашу камеру. Если, допустим, у вас будет семейная фотосессия, какие пакеты можно рассмотреть в семейной фотосессии? «Эконом». Причем здесь еще, кстати, нужно указать, что у вас здесь семья до 6 человек, до 5 человек. Потому что, например, я добавляю еще пакет «Оптимальный». Здесь у меня фотоальбом добавляется. И пакет «Большая семья». Здесь я пишу, что у меня от 6 до 12 человек. Вот здесь, скорее всего, нужно тоже дописать, что данный пакет подходит для семей до, допустим, 6 человек. Будет неплохо указывать в каждом пакете, что до 6 до 5 человек вы ставите ограничения, если для вас это важно. Дальше можно предлагать также свадебные фотосессии, пакет с ЗАГСом и прогулкой. Самый минимальный пакет с ЗАГСом, прогулкой и с книгой. И предлагать «Все включено». И здесь, возможно, работать с напарниками. Может быть, между собой в группе вы кого-нибудь найдете или в группе, с кем вы учились на потоке по фотографии. Или меня позвать, чтобы я подстраховала на какой-нибудь свадебной съемке. Ну вот здесь вот с утра до вечера. Сейчас у меня редко бывают заказы, чтобы заказывали еще с рестораном. Я обычно от ресторана отказываюсь, но в целом, в принципе, можно взять и полный день. И также обязательно, я думаю, что нужно предусмотреть прайс на съемку репортажа «Детские дни рождения и мероприятия». Но здесь вам нужно продумать такой нюанс, что для съемок в помещении нужна вспышка. Нужно будет приобрести импульсную вспышку на камеру. Импульсная вспышка, они все импульсные. И работать с таким прайсом, что один час, например, стоит у вас 15 тысяч тенге или 20 тысяч тенге. И последующие часы плюс, например, 5 тысяч. Если, например, один час 15 тысяч тенге, то два часа будет 20 тысяч тенге. А три часа 25 тысяч тенге. Ну вот мне кажется, вот такое поднятие цены, оно вполне и допустимо, и комфортно для клиента, и для вас тоже как бы нормально. И количество кадров тоже можно посмотреть, сколько вы можете отдавать. Конечно, можете писать меньшее количество кадров, чем пишу я. И также оговаривайте, что за пределами города, это отдельные условия, и об этом нужно тоже договариваться заранее. И смотрите, обязательно у вас будут такие вопросы, вдруг ни с того, ни с сего, где-нибудь неожиданно, да, вы в WhatsApp будете получать или в Директе, сколько стоит у вас фотосессия. И вам нужно рассчитать, нужно придумать, нужно прописать где-нибудь в блокноте у себя в телефоне заготовленные ответы, чтобы у вас не возникало такое, что а сейчас я напишу, сегодня я напишу так, а завтра я напишу так, а я вот вчера написала, что у меня там 20 тысяч тенге, а мне не ответили, или написали, что дорого, напишу сегодня 15 тысяч. Чтобы такого не было, вы просто составляете какой-то шаблон, и по нему всегда работаете, и отправляете его сразу, как только получили запрос. Устали вы, не устали, есть время, нет времени, если у вас нет времени, если вы супер заняты, вы просто напишите, мое свободное время, когда я могу вас взять на фотосессию, это, например, через две недели, там 15 сентября, или так далее, моя свободная дата и прочее. Вот, вы можете написать, что вы можете, если вы купите на WeFolio дисковое пространство или сайт, даже вместе с сайтом, там можно просто диск купить, а можно и сайт тоже организовать, если захотите прямо углубиться и себе сайт сделать, то на сайте уже можете сделать страничку, на которой будут ваши прайсы расписаны. Даже если у вас пока нет портфолио, у вас может быть на сайте какая-то информация по вашим ценам. Можно, по-моему, даже в тильде посмотреть. В тильде есть какие-то условия, что там первые три месяца или месяц можно бесплатно пользоваться, может быть, пока вы не раскрутитесь, не поймете, что вам конкретно надо, можно на тильде сделать. Там интуитивно понятно, какие страницы как заполнять, что писать, как создавать эти страницы, и потом прикреплять ссылку в инстаграме, тоже там в редактировании профиля, тоже это все просто делается. Либо вы можете сделать картинками прайсы, как я вам показывала, с цветочками. Не обязательно цветочки. Можно ставить просто какой-нибудь серый, нейтральный фон и без какой-либо графики или картинок. Можно просто где-то на фоне размытая черно-белая фотография как-то с намеком о том, что там фотография. Посмотрите, как оформляют прайс-листы ваши коллеги, и может быть, найдете что-то вас вдохновляющее, что вам нравится, и также оформите странички, картинки с прайсами. Я оформляла это в программе для верстки книг. Это делала, потому что вот это я здесь оформляла. Но есть программы для составления сторисов, стори-арт или еще как это называется. В общем, вы можете в приложениях для телефона, но я думаю, что это не проблема. И я приложила несколько вариантов, как вы можете отвечать на такой вопрос. Главное, чтобы у вас этот шаблон был записан. Может быть, вы с каких-то левых аккаунтов тоже попишите своим коллегам, у кого как стоит стоимость, у кого какие прайсы, как они отвечают на вопросы по стоимости. И, по примеру, тоже отвечать, составить шаблон. Вот такая у нас с вами задача. И так, все. На сегодня все, да, вот эти вот все моменты я от вас жду. Я жду, что вы сделаете прайсы, скинете, покажете, как это все на сегодняшний день выглядит. И следующее. Мне очень важно, чтобы вы выполнили следующее. До 18 августа выполнить задание по целям. Ну, то есть определиться, что конкретно вы хотите снимать, в какой сфере вы хотите продвигаться. Хотите вы снимать индивидуальные фотосессии, контент съемки, семейные проводить, свадебные проводить, предметку, может быть, вы хотите снимать. В какой сфере хотите развиваться. И мне нужно, чтобы вы мне написали примерно, хотя бы несколькими словами описали, дали обратную связь. Все, всем пока. Жду вас на встрече 19 августа. И в WhatsApp жду ваши прайсы, обратную связь.